ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Очень напоминает эта карта Именно Здравствует и процветает Цветет и пахнет Эта карта очень напоминает Лирию Самую первую карту Там где были поля, села, солнце Хе-хе-хе Амператора Кролечные Ты тоже так можешь И все женщины могут, если захотят Собраться Только не надо эти движения всякие устраивать А так можете, конечно Мужикам помогать воевать надо Обязательно А чё бы и нет Всем отрядам Всем солдатам на службе Невгарской империи Настоящим приказываю Безотлагательно Направиться в крепость Альдресберг Оборона этого замка Имеет ключевое значение Для планируемого Контрнаступления Невыполнение Невыполнение Настоящего распоряжения Будет караться С особой строгостью Герцог Ардаля Айбдаги Великий канцлер Командующий армией Группы Восток Так, короче Этот Айбдаги Меня задолбал Он ещё Собирается Контрнаступать Ты чё, серьёзно? Тебе надо отступать А не наступать Это же эти Рыцари Ордена Красной Розы, не? Рыцаря армия Так разрослась Что Мева Не видела её начала Двигаясь В рьергарде колон А нет, у нас Уходящая за горизонт Цепь солдат В блестящих шлемах Наполняла её гордостью Мева прошла Долгий путь Так же, как и Вильям Который ехал рядом с ней Поначалу солдаты Относились к принцу С недоверием Даже враждебно Но после многих Недель борьбы К плечу Они снова увидели В нём своего Внезапно От начала колонны До Мевы Донеслись звуки боли Крики Лязг железа Замкнуть ряды Усилить левый фланг Мева достала оружие И пустила коня Голопом по обучению Только через некоторое время Она наконец увидела С кем столкнулись Её солдаты В кубах были Сверкали золотые солнца Ну Естественно Этого и стоило ждать Потому что Ордали и Бдаги Жени охраняют Чтобы не подступились Мы к нему Остатки Нильфгардцев Ну да Это не добитки Это будет легко Мева вытащила меч Но не бросилась В самую гущу битвы Как когда-то Её беспокоили Старые раны Неизлечимые Травмы А кроме того Довольно Она уже пролила крови Мева Не могла дождаться дня Когда наконец Сменит позолоченный Латный нагрудник И на платье И сядет не в седло А на трон Конечно Так Сюжетная битва Короткий бой Давно пора уже на трон Потому что В седле уже Мы могли себе Стереть и порвать Всё что могли Всё что стёрли И порвали уже Так Эээ Давай Давай Дерись У нас же сейчас Охеренный расклад карт У нас сейчас Просто колода От бога Так вот это не надо Этих пускай Ээээ Этот чувак Мне бы Ещё бы одного Вот такого бы Бляха Серьёзно Ну Может фуражира Пока минуснуть А это ж Это ж Короткий бой будет Да Это будет короткий бой То есть мне Надо вот такую карту Полюбасу О О теперь мне нравится О теперь хорошо Эээ Дезертиры Сбегите с поля боя Когда уничтожают Дружественные отряды О дебил Серьёзно Он будет сбегать Или чё Пусть император Поцелует меня туда Куда не доходит Свет великого солнца Нервгард Дезертир А так это Дезертиры А чё они тогда Напали на нас Присоединились бы Я дезертиров принимаю Мне Любая армия надо Чтоб добраться До этого Акдаги Ммм Так это легко Это вообще прям легко Смотри Легчайше Берём сразу Вот так Полуторный меч Давай усилим Кого-нибудь Тебя Например А зачем ты Моего-то Ну Зачем Ну куда Он же сюда придёт Пока конец Новые приказы Нет Ясно Так Талантливый пидор Пришёл Блин Вот это вот мне не нравится Что они у моих Забирают очки И так много Ааа Давай сюда Становись Какая работёнка Больше просто Я не знаю Куда его ещё Щемить Но сюда можно было Можно было Не сюда нельзя Пошло десятка Ммм В принципе Окей Хорошо Сейчас этот уже Нахабатит 29 Отлично Это тоже 29 Нахабатит Ммм Тэк-тык-тык-тык-тык-тык-тык Во Кстати Надо Мерло Применить на Этого Арбалетчики Отлично Чтобы он не умирал Хорошечно 29 29 101 102 103 Ты можешь Картошку свою Уже забыть про неё Я сегодня буду Твою картошку жрать Так Теперь 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 Давай Кандалы Сразу закуём Прекрасно Вот это прям Вообще отлично Это прям Шикардосина Я честно скажу Почему Ааа Давай 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 Вот туда Направим Наш меч Хорошо Смотри Сейчас будет круто Всё Сейчас будет отлично 152 154 Мне походу С такой колодой Можно вообще не бояться Нихера Ой Ну и хорошо Ну допустим Накей меня увольнул Думаешь ты что-то отнял У меня существенно Ничего Совершенно Совершенно Ничего не отнял Я пока Поставлю Его Наверное Вот здесь Привет Что Сделаю Вот так Уже Уже Стрел Уже Отрыв пошёл Уже Отрыв Нормальный Пошёл Это карта Вот это колода Ебать Расклад Такой расклад Всегда Я не додумался До этого Так Смотри Теперь Сейчас будет Вообще Крутяк Крутецкий Крутяк Будет Смотри Я тебе отвечаю Раз Закрой пасть Два Надо нам шевелиться Отницей Давай давай Картошечник Давай Ты там можешь усиливаться Ща Вы там Подхабыть Им нормально И теперь Всё Тут пока Всё Хорошо И даже Не знаю На кой ляд Нам тут Чучело Сдалось Я совершенно Без понятия На кой Ану нам Ляд На Так А кого Можно захватить Из Из этих Врагов Гернихурой Можно его Например Нет Это же мой Вот этого Можно захватить Талантливого Пидора Просто Дождаться Пока этот Нахабатит Чтобы Типа Нет Чтобы Его сюда Не перетаскивать Чтобы У этого Было Больше Очков Чем Если Он Окажется Возле Восьмерки Так Ребятки Ну что Тогда Тогда Пока Что Предлагаю Барабанщиков Задействовать Это Самое Такое То Что Мы Можем Пока Себ Позволить Давай Сюда Пока Так Отлично Наблюдай Просто Наблюдай Наблюдай Блять Ага Ага И кто Теперь Просрал Тише Вдруг Полит Руку Слышит Кто Теперь Штанишки Свои Обдристал А Как Тебе Там Зовут Невгар Чемпион Чемпион Рассказывает Сказки Так Значит 25 Как-то Не знаю Как-то Маловато Мне Вот Эту 33 Хотя Маловато Говорю У меня И так Уже Очков Давай Пока Посмотрим Кого Тут Можно Медика Можно Это Кто Пикнер Альба А что Тут Делаешь А Медик Это Что Творишь А Откуда У меня Пикнер Альба Возьмите Копию Этого Отряда У меня Вроде Не было Пикнера Альбы Это 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 Женельфы Откуда У меня Там Был Пикнер Альба А Подожди Господи Она Сброса Берет Медик Берет Сброса А В сбросе Был Пикнер Альба Которых Мы Захватывали Что-то я туплю Значит Все Теперь Давай Ложим Гернихору Сюда Пожалуйста И Добудь Нам Вот Его Скажем Почему бы И нет Отлично Хорошо Кричи Погромче Все равно Ты проиграл Уже Все Уже Поздно Поздняк Метаться Ээээ Давай Вот так Дисциплина Принесет Нам Победу Давай Ээээ Вот так 313 И Мануться Охереть Конец Хода Это нормально Это играем Кобец А куда-то Теперь Вщемить А еще Влезут Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восем Девять А ну девять И лишь по девять И влазят Как раз Все нормально Так Ну я не знаю Куда тебя Выберите карту Чтобы ее размножить Кого надо размножать Тут всех и так Много Алхимиков Давай Какая разница Эээ Так А теперь А теперь Сделаем Вот так Вот так Пожалуйста Каких же сыграть нельзя Их же ложить то некуда На Вот так Пожалуйста Конец Хода Вот это Вообще Просто В щип В соплюки Разносим В сопли Тупо Разносим Просто В сопли Отвечаю Да пас Я не буду даже Ничего делать Все нормально Я выиграл Ага Надо было раньше Думать Пока нападал Идиотина Нильвгасы Обычно Организованные Полные решимости В этот раз Быстро сдались И бежали Это лишившиеся Командира Дезертиры Отрапортовал Разведчик Они шли на юг В сторону границы Ленники Сидели на пыльной Дороге Мэва Остановилась Возле одного Из них Он давно Не брился Грязную повязку На его руке Облепили муки При виде королевы Солдат Опустил голову Он дрожал От страха Я знаю Что вы держите Нас за дикарей Сказала Мэва Оглядывая Тощих имперцев Но не бойтесь Мы не сдерем С ваш шкуры И не сварим Живьем Когда я подпишу Мирный договор То отправлю вас По домам И надеюсь Что уж на этот раз Вы там и останетесь Королева Села на коня С трудом Сдерживая Гримасу боли На бедрах У нее были ссадины Руки были Изранены Поводьями Закусив губу Она подхлестнула Коня Цель была Уже близко Отлично Цель близко И еще ближе Стала Когда я перешла Мостик Так Отобьешь Так пошли со мной Че ты встал Другие короли Могли бы у вас Поучиться Ваше величество Коррично У меня много Чего можно научиться Это мы должны были Помочь Лире А вы что Наоборот А че ж не помог Собака Стоишь тут Теперь пиздишь Много Это мы должны были Помочь Лире Ой вот это не рассказ Должны были Не должны были Ты не помог Поэтому не ада говорит Должен был Я должен был Не помог и все Это факт Поэтому закрой свой рот И стой Молча Солдат тоже мне Так Забирай Тут мост разрушен Надо построить Ваше величество Лодка На которой нильфгардцы Сплавляли награбленное Разбилась А в быки моста Мы можем выловить добычу Но имейте ввиду Что течение Это там исключительно Сильное Что повышает риск потери Игра стоит Свеч Берите за работу Минус 10 солдат Плюс 600 древесины Либо Заплатим мужикам Пусть они выловят Это добро Минус косарь Плюс 600 Не хочу сейчас Забивать этим голову Заплатим мужикам Потому что солдат Терять не хочу И как бы Я не знаю Ну куда мне уже Эта древесина Мне же уже лагерь Как бы весь построен Лагерь просто уже Некуда дальше расширять Его строить Уже дальше некуда Он уже красивый Какой лагерь Полностью готовый Я думаю Что ну Просто мы собираем Для чего-то Возможно Как-то оно на концовке Отразится Я без понятия А может никак не отразится Может просто собираем Потому что собираем И все Поэтому давайте Собирать молча Да и все Есть у нас Такая возможность Давайте ею пользоваться А дальше Время как говорится Покажет Расставит все На свои места А как тут я могу Обойти Чтобы забрать Вот там вот Пожиток Как тут я обойду Подожди А ну давай сюда Мэва Эй А почему Если я нажимаю Вот так Вот сюда На область Почему он оттуда Не идет Не ищет там Какие-нибудь Окольные пути Чтобы туда Подобраться Или как-то Надо может Вот сюда И вот так Вот так Пройти сюда И сюда Потом вернуться Прикалываетесь Что ли То есть Типа Вот Так я не пройду Тут ров А что ты Перепрыгнуть не можешь Он же Неглубокий Мэва Алло Или доспех Твой слишком тяжелый Не Ну я не знаю Это как-то нечестно Надо как-то собрать А как собрать-то Когда мы Слушали От одного Из лазутчиков До нее Донеслись Крики Искибиток С заключенными Спустя мгновение Королева Наблюдала Чудовищную Картину Мельфгардские Пленные К которым Еще недавно Она была Милосердна Лежали Среди Палаток Жестоко Убитые Проклятье Прошептала королева Глядя на Окровавленные Тела Преступление Совершили крестьяне Искаменоломни В Вороньем Яру Которых Мэва Приняла В ряды Своей армии Боль И страдания Причиненные Нильфгардцами Были все еще Свежи В памяти Ревейцы Они не могли Стерпеть Того Что их Мучители Избегнут Кары И потому Решили Сами С ними Расправиться Пусть Даже Против Королевской Воли Это Звери А не Люди Кричали Бывшие Ревейские Крестьяне С оружием В руках Они Это Заслужили Поделом Мэва Знала Что Должна Наказать Тех Кто Устроил Самосуд Но В итоге Предоставила Решать Судьбу Виновных Их Командирам Невзирая На протесты Советников Она Уже Устала Делать Выбор Из Двух Зол Да Серьезно Устала Вы только Сейчас Наконец-то Понялись Игра Наконец-то Поняла Что я Устал Выбирать Такие Принимать Решения И уже Принимает За меня Здравствует Королева Слава Избавительнице А как Хороша Можешь Я повторить Теперь Еще Прогоните Черных Сальдерсберга И война Выиграна Прогоним Не бзди Наш Димамент Неплох Но С Мэвой И рядом Не стоял Конечно Лежал Только Рядом Пару Раз Было Когда Ты По Пьяни Так Хорошо Давай Посмотрим Что У нас Тут Найдено Письмо Война Близится К концу Черные Удирают Поджав Хвосты Время Поднять Из Пепла Нашу Отчизну Все Кто Жив Беритесь За молотки Топоры И пилы Засучите Рукава И принимайтесь За работу Отстроим Наш дом Всем народам Отлично Молодцы Пускай Строют А я буду Отвоевывать А что у нас тут Ничего не закопали Для меня Для вашей Королевы Мэвы Ребята Надо как-то Понять Как нам же Пробраться туда И забрать Тут ништяк А его же Как-то Можно забрать Так Это мы уже Так пришли Ничего себе А вот тут я был Что-то я как-то Это Блужу Хожу Нифига Не нахожу А ну пошли Пошли сюда Пока вниз Вот так Вот сюда Спустимся О Вот так Можно на этот Погост выйти Но это тут Просто кладбище Тут ничего такого нету Ничего не зарыто А вот Здесь То что я как раз Таки и хотел Сюда заходишь Во И к ништяку Доходишь Вот это не прикинь Заморочили же Сделали такие Подступы Обходы Никогда бы не подумал Что оказывается Так можно Зачем так все усложнять Неужели нельзя было Просто Этот яр Перепрыгнуть И все И забрать этот ништяк Нет Надо было же А телега Зачем тут стоит Тоже пройти нельзя Так ребятки Давайте наверное Вернемся еще назад Потому что мне кажется Что где-то Что-то я упускаю Вот Здорово Монашка Мельгардцы Прогневали богов Слишком много Было В них гордыни Слишком мало Смирения Весь север Благодарит вас Госпожа А вы Благодарите Богов А вы Благодарите Богов Боги мне не помогли Я сама Все Сделала Так, рапорт Новое кладбище Одно из многих Большинство могил безымянные, наверное, умерших Не удалось опознать Солдаты просят, чтобы мы зажгли свечи в их память Вы согласитесь выделить средства на эти цели? Разумеется Не, ну конечно А чё бы нет, это ж память Тем более мы так почтим тех, кто сражался за нашу страну Зари Это долг наш королевский Подвиги нужно чтить Так, и всё, походу я там уже больше ничего не теряю Верно? Я же тут всё посмотрел А то вот-вот-вот не посмотрел, серьёзно Рапорт Да чё это не рапорт, я уже рука болит вот так делать Госпожа, как видите, жители Айдирна Делают всё возможное, чтобы Восстановить разрушенное хозяйство Но им не хватает строительных материалов Они спрашивают, не можете ли вы отдать им немного древесины В обмен на добро Найденное на окрестных полях сражений Каково ваше решение? Я отдам им древесины, добавлю золото Минус 250, минус косарь Очень жаль, но я не могу помочь Да, конечно могу, ну блядь, серьёзно Могу, у меня этого золота хоть жопой жу И древесины тоже много Лагерь построен Мне за какой хуй мне эта древесина Куда мне её пихать? Поэтому я на такие нужды Тем более на благое дело На восстановление страны После разгрома Нелюгардской империи Конечно же надо помогать восстанавливать всё это Так Ммм, так отсчёт может такого быть Но может тоже какой-то другой капрал Там Ларкин, Паркин какой-нибудь пошёл Шипунца уебал за деревьями Чтобы никто не слышал, никому не воняло Вот тебе и шёпот Капрал Ларкин отдал честь А затем направился в лес Бдительно осматриваясь по сторонам Вдруг что-то привлекло его внимание Он спрыгнул с коня И отвёл рукой листья папоротника Открывая следы на сырой земле Ваше величество! Крикнул он, резко оборачиваясь В сторону трактора Требите трубить тревогу, это ская... Из-за деревьев вылетела стрела И заставила гонца замолчать Попав ему в горло Минутой позже лес огласился криками на старшей речи. Эльфы шли в бой. Нахера вы здесь? Эльф, я вас забыл уже совсем. Я о них уже совсем забыл. Я уже не помню, какие карты там что делают. Серьезно? Дебилы, что вы тут делаете? Тут две армии как бы воюют. Нильфы и Север. Вы тут куда? Спрашивается. Идите в свои леса. Битва ни за что. Мэва выругала себе под нос. Неужели ненависть с Каэтой Элей не признавала никаких границ? Война уже была проиграна. Нильфгард, который раньше поддерживал их в борьбе против королевства Севера, отходил за Иругу. А, их же нильфы поддерживали. Вот они и взъебедились на нас. Эльфы должны были знать, что атака отряда королевы им ничего не даст, кроме нескольких убитых Тхойн. Так серьезно, ребята. Вы зря, зря, зря. Зря, ребята. Зачем было? Ой, дурки, ой, придурки. Ой, все. Мамки вас не научили осторожности. Так, смотри, давай вот так. Давай вот так. Ну, фуражер хочет прямо у нас быть в колоде. Ладно. Так, не так. Блях, а почему? О! Нам хватит? Нам хватит. В принципе. Да, нормально, чего бы и нету-то. Я потом размножу. Я потом выберу вот этот вот. Сразу вылезло, блядь. Налетай, подешевело. Сразу вылезло. Я обсуждал, когда она что-то подгавкнет, когда эти скайтери нападут. Когда же Верайла что-то подгавкнет. Вот, пожалуйста, вылезла. Вылезла кукушка. Так. Окей. Боец говнюкар. В начале второго хода. Каждого второго хода призывайте случайного эльфа из вашей колоды. Короче, это плохая карта. Это, это эти сраные говенкары, херокары. А ты что делаешь? Нанесите пять единиц урона вражескому отряду и по две единицы урона смежным с ним отрядом. Херня. Так, что я могу сказать из всего этого? Какой делаем вывод? Давай пока вывод такой, что надо поставить вот эту карту здесь. Просто бляха-муха. Надо, чтобы они мощнее были. О! Эльфийский лучник. Хорош. Надо, чтобы мощнее вот там вот были эти эльфийские карты. Пока давай предлагаю кого-нибудь заковать. Наемник, говнюкар и диверсант. И давай, наверное, может вызовем кого-нибудь. Не, пока не будем никого вызывать. Пускай. Пускай так. Хорошо. Отлично. Айлиран! А, они же будут постоянно, короче, из лука стрелять, понимаешь? Они будут постоянно с лука стрелять. Чертилы. Допустим, допустим, допустим. Сразу же. Давай, короче, не терять времени. А подсасывай. Да, у нас нет времени. Он... Игра знает, как я думаю. Она знает, как я мыслю. Она со мной согласна. У нас нет времени. Надо не терять время, а быстро взломщиков под это... Подгонять, чтобы скорее взламывали. В таких руках не может меч внушить мне страх. Да ты чё? Серьёзно, стихоплёточка. Стихами заговорила. В таких руках не может меч внушить мне страх. А что в таких руках тебе внушает страх? Я могу делдак взять. Тогда точно страх внушит. Так. Ээээ... Давай. Не. Или давай. Не. Да, давай. Или не. Давай. Ха-ха-ха. Я, блядь, не могу решиться, бафнуть его или не бафнуть. Так, восьмёрка там, да? Хорошо. Ну, хорошо. Пускай. Лакей. Я даже... Я не против. Хорошо. Прекрасно. Давай ещё посмотрим, кого тут можно. Фуражир, да? Фуражир. Угу. И куда его поставить? Вот хер его знает, куда его поставить. Ну, пускай тут фуражирует пока. Очень сильно. Я обираю трупы и трупные залупы. Так, а это кто? Кавалярия Брихит. А чё они все, короче? У них у всех приказ есть. Ходы до восстановления. Ничего. А пупевшие совсем твари. Ты чё делаешь? А чё же мы, из чего мы сделаны? Из листьев и цветочков. Вот вы, из чего сделаны. Из чего же, из чего же, из чего же Сделаны Скайета Эли. Из цветочков, листьев и какашек Сделаны Скайета Эли. Вот так вот. Что, куда, как, зачем? Я не знаю. Ну, с чего хера ты здесь стал? Скажи, какого ты хера тут стал? Ты должен был вот тут, вот тут, вот тут становиться между Этим фуражиром и эльфийским наёмником. А теперь чё мне делать? Как мне теперь усилить? Эх, так, ладно. Кого поставим-то? Ну, давай, может, хоть... Хер его знает. Давай так пока. Приветствую. В чём дело? Пока хоть так. Ну, зачем ты туда? Ну, дурак, зачем? Блядь. Ну, серьёзно, что ли? Нет? Ты серьёзно? Серьёзно? А вы чё, ты фуражира? Её... Сейчас посмотрим, кто здесь слабит. Вы чё делаете там разоты? Так, Гернихора. А ну, пошли. На тебя вся надежда, Гернихора. Захватывай. Так. А, мы сыграли уже. Подожди. А тут? Кого тут как можно будет... 17-13? Я особо ничего тут погоды не сделаю. Ладно, хорошо. Пускай так. Они же просто податаковывают постоянно. Они податаковывают. Постоянно меня податаковывают. И это плохо. Ой, бляха. Ой, смотри, чё делается. А, ха! Надо друг другу помогать. А этот... Повышается, когда уничтожается любой отряд, кроме эльфов. Нормально. Короче, у них урон. У них в основном урон наносят. Так, и дарюги. Я вам сейчас устрою. Вот веришь? Нет, устрою, говорю. 10, 16, 15. Ну тут вариант, мне кажется, только пойти ещё поподсасывать. Сюда, например. Сюда, например. Закрой пасть. Хорош. Тут разве что сделать... А чё ты хочешь? А, ещё одна. Хе-хе-хе. Разве вы щедрые. 5 плюс 6. Ну давай вот 15 будет, да, получается? 8 плюс 6. Сколько будет? Давай вот так. Отсюда. Надо шевелить задницей. Тут вот так. Пока что. Ну и как бы всё. Надо было Мэвэй, надо было Мэвэй долбануть и усилить кого-нибудь. Собираются тучи? Но мы ещё можем радоваться солнцем. А тучи? А тучи? А тучи? А тучи как люги? Давай быстро. Вот этого чувака. Подожди. Перед тебя. Может алхимика давай усилим? Слышь? Давай может его... О, у нас же единичка. Мэрла. Используй Мэрла. Хорош. Чтобы алхимик не в Мэр. Используй за нём Мэрлу. И нормально. Раз. Два. Три. Отлично. Отлично. Аж непривычно, что так отлично. Хе-хе. Да. Сметь людям. Говно тебе на груди. Смотри. Девяносто шесть семьдесят три. Я выиграл. Да. Я же выиграл. Правильно? Да выиграл я. А ну. Смотри. Чё сейчас будет. Смотри чё тут будет. Сейчас будет вообще просто красиво. Опа. Сорок девять. Эээ. Так. Так. Ещё давай его даже наверное усилим. Пятьдесят три. Хорош. Можешь пытаться конечно стрелять. Можешь пытаться стрелять. Но это тебе ничем не поможет чувак. Ничем тебе не поможет стрелять. Так вот. Ебать он нашёл кого стрелять. А всё равно. А всё равно. Всё. Смотри. Всё равно. Всё равно. Всё равно. 24. Ну сука. Бля. А чё теперь делать? А я там. А не. Я всё равно выиграл. Я всё равно выиграл. Если кто будет спрашивать. Ну вот так вот. И всё. И конец хода. Они же же не могут. Они же же не могут стрелять. Всё. Пас. Нормально. Рена. Хватит. Мы сдаёмся. Давай пошёл нахер отсюда. Козёл. Уш. Уша. Ушай. Ушастый. Уша. Ушай. У бойцовской Этаэли не было шансов в сражении с Мэвой. Едва утихли звуки боя, королева отбросила в сторону утыканной стрелами щит и велела солдатам привезти к ней командира отряда. Мэва ожидала увидеть очередного фанфарона, который будет задирать нос и обзывать её Блёдет Хойне. Но стоявший перед ней окровавленный эльф вовсе не изображал гордеца. Он прятал взгляд. У него дрожали губы. Ты молодо выглядишь, эльф. Ха. Сколько тебе лет? Тридцать? Двадцать семь, госпожа. Нихера себе. Прекрасный возраст. Обидно будет умирать. Глядь на её, блядь. Недовольная. Хочет уже доставить свой мяч и хочет его распороть там от уха до уха. Просто смотри на её просто. Мэва, зачем ты её привела сюда? Уйди, Райла. Где Райла? Держи себя в руках. Я тебе очень прошу, Райла. Держи себя в руках сейчас. Максимально пытайся просто. Умоляю вас, Рэна, сжайтесь. Если не надо мной, то хотя бы сжалиться? Да ты шутишь. Вы приготовили ловушку. Напали из чащи, как разбойники. А теперь ты просишь пожалеть вас? Это было не ловушка. А чё это было? Не делай из меня, идиотку. Я знаю, что я видела. И не первый день воюю. Не пизди мне на ушко. Это была ловушка. Мы не хотели с вами драться. Звайеры. Что за Звайеры? Что это за ключевое слово? Я не понял. А кто тогда убил Капрала Ларкина? Бабалаки? Ага. Мы увидели вас на тракте и спрятались в лесу. Ждали, пока вы проедете. Но ваш разведчик что-то услыхал. Обнаружил наши следы. Поймите. У нас не было выбора. Так. Вы могли сдаться. Я понимаю, но проситить не могу. Меня не интересуют меня твои оправдания. Нереально. Моего разведчика охеренного. Просто крутого разведчика. Взяли и убили. Я понимаю, но проситить не могу. Вы могли сдаться. Кстати, мы могли сдаться, да. А чё вот не сдаться было? Вы могли сдаться. Так же, как отряд Ристана. Они сложили оружие к ногам Айдирнского генерала. А тот велел их повесить. Всех. Раз уж нам суждено умереть, мы лучше умрем с оружием в руках. Что вы вообще тут делаете? Идёте на подмогу Айбдаги? На подмогу? Нет, Рена. Мы бежим. Когда мильгарцы поняли, что проигрывают, они отреклись от нас. А без их поддержки у нас нет никаких шансов. Я чё-то не могу понять, чё она до сих пор молчит. Это Райла меня удивляет в последние моменты. Она не проронила ни одного слова. Стоит все грозно, просто смотрит и молчит. Наконец-то она это взяла себя в руки и повзрослела. Димавент отправляет за нами своих псов. Они истребляют отряд за отрядом. Он даёт 50 кусков золота за голову каждого с Каэтаэля. В Тимерии и Каэдвене всё точно так же, если не хуже. Вы хотели объединить свои силы с отрядом Йорвита и вместе бежать как можно дальше отсюда. Это наша последняя надежда. Почему ты мне всё это рассказываешь? Потому что вы слушаете, и пока не велели меня убить. Значит, у вас всё же есть сердце. Так, только не она в никаких тху. Хорошо, вы можете уйти, я передам вас в руки Димавенда. Да валите, ну чё, ну серьёзно. Не, конечно, убили моего разведчика, да. Но они... Если я буду всех эльфов каждого вешать и распинать только потому, что там они эльфы и всё такое, то это будет плохая королева. Надо быть рассудительным. Ну, хотя с другой стороны... Они потом когда-нибудь не соберут более крепкую армию и не вернутся сюда, и не захотят нам голову отрубить. И завалить нас. Ну, я больше, наверное, склонен к такой ситуации принять решение в пользу вот такие эльфы. Пускай они себе идут по добру, по здорову. Просто потому, что мы и так уже много их перевалили, и плюс там Райла их постоянно режет. Пускай валят. Ну, а чё нам будет этот горсткий эльф вот какой-то? Если мы сейчас их зарежем, всех казним, то покажем себя, мне кажется, не с особо хорошей стороны. Давай, короче, отпустим. Тем более всё победано, да и в Даге тут близко. У меня хорошее настроение. Ты, кстати, попал на женщину, у которой реально сегодня хорошее настроение и нету даже ПМС. Поэтому, эльф, можешь идти. Для одного дня бессмысленных смертей достаточно. Я спускаю вас. Нихуя себе. Ебать. Ебаля, посмотри на неё. Ебаля, сейчас она скажет что-нибудь, наверное. Сейчас спускает, блядь. Райла, сука. Я не знаю, как вас благодарить. Могу, блядь. Перестань не смотреть на неё, блядь. Забудьте, чтобы я не пожалела об этом решении. Этого хватит. Ваше Величество. Они напали на нас без всякого повода. Я так и знал. Сейчас она будет приниматься за работу. Правда, Райла? Без повода? А мне кажется, что мы давали им повод долгие годы. Благодарю. От своего имени. И от имени моего народа. Надо, да. Надо умнее быть, а не такой бычкой, как ты. Райла, стань нормально в стойку. Мэве собственноручно сняла оковы с пленников. Лицы наблюдали за всем в молчании. Но их неодобрение было ощутимым. И чё? И даже Райла не ушла? Нормально. Даже Райла нас не покинула. Ты прикинь? Нормально. Перевоспитывается потихоньку Багоха. Я точно это заметил. Так. Господа Невгарцы. Времена, когда вы могли требовать, настаивать и ожидать, подошли к концу. Моё вознаграждение не обсуждается. Нисколько платить, ничем именно. Потому как ваши флорены уже сейчас стоят меньше, нежели цидорийские гроши. Даю вам время до завтра. А после дорога в сторону границы станет небезопасно, ибо с юга уже надвигается королева. Хэ. А чё за хэ? Хавьер Леменс, помню, был. Так мы же его убили, он бы тут не стал писать. Хэ. Кто ещё мог на букву хэ быть? Хуй какой-нибудь, наверное. Так, ладно. Гармеллен. Чё это такое? Город нас переживёт. Городам не страшны года. Смелость города берёт. Смелость строит города. Тра-та-та-ра-тра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та. Я тебе вот доску принёс за... Что-то там за месяц, за февраль как-то там. Вот ты домик на построй, а потом и отдыхай. Тара-та-ра-тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И вы сотники, да, и с высоты вам шлём привет. Эй, запивай! Месяц народ поднялся, чтобы отстроить своё отечество. Отечество. Город нас переживёт. Город нас переживёт. Я нассал себе в компот. Так. Рапорт. Письмо командиру отряда. О, после прочтения сжечь. Нам дали достижение. Тут не видно, но здесь. Видимо, мы всё прочитали. Все рапорты, короче. Перевод со старшей речи. Фенгель Нильфгард нас предал. Выдал Нордингам наши позиции. Раскрыл все убежища. Мирный договор не будет гарантировать неприкосновенности, если мы сложим оружие. Ты знаешь, что это значит. Мы должны бежать из королевства с севера. Собирай отряд и отправляйся как можно скорее в условленное место. Я жду неделю. Потом отправляюсь на восток. И Йорвит. А, ну да, это ж, короче, Йорвит. Он уже хотел объединиться с этими чуваками, которых мы отпустили. Так, подожди, это я где? А, уже всё? Так это на одну серию получается. Всего лишь-то. Это уже конец. Тогда не будем сейчас запись выключать, а будем уже продолжать и закончим, наконец-то, игру. Лагерь Димовенда. Для меня будет честью сражаться вместе с вами. Хорошо. Вместе мы вышвырним черный ксу-юру. Собо собой. Да здравствует Айдирн. Да здравствует Ривия. Да здравствует Хайрул. То есть Лирия. Ого. Чё это там за камлеметатель? Алло. Рано ещё, я же ещё не дала приказ к наступлению. Ваше Величество. Для меня будет честью сражаться вместе с вами. Трибушеты херачит, охереть. Ого. Посмотри. Чё там делается-то? Атакуют замок Альдерсберга. А там укрывается этот же Шайбдаги. Сволота. Надо вот эти ворота тупо открыть и забежать туда. Найти его и выпотрошить. И всё. И игра будет закончена. Всё, погнали. А там в палатке Димовенда меня дожидается. Я к королю. Лирийский корпус приближался к Альдерсбергу. Стоял прекрасный солнечный день. Лёгкий ветер шелестел в тронах деревни. Кузнечки, да? Но Мэла не обращала на это внимания. Перед ней снова вставали картины первых дней войны. Стены, освещенные заревым пожаром. Велики беженцев. Душливый запах помёртого мяса. Крепость снова была в осаде. Но на этот раз над лугами разбивались флаги Айдирна. А на башнях веяли изорванные нельфгардские знамёна. Королева без труда отыскала палатку Димовенда. Она была соткана из шёлка и расшита сиреной нитью. Похоже, в королевство вернулась изобилие. Тихо проговорила Мэла. Наконец-то! Королева Мэла. Спасительница Севера. Укротительница Чёрных. Я такая! Здорово! Я тоже рада тебя видеть! Димовент. Укротительница... Какого-то там. Я его ты не укротил, ты секунд просто. Я не терплю насмешек. Да я бы не осмелился. Это не мои слова. Так тебя прославляют в песне. Сам мастер Лютик написал о тебе балладу. Битва за мост. Если верить поэту, ты владеешь ничем не хуже ведьмака. Нормалёк. У меня битва за мост так одна серия называется. Прошлая. Одна из прошлых, точнее. Там, где Геральт и Лютик нам встретились. Ты, похоже, завидуешь. Да, если честно, так и есть. Да, ну и видно бытие. Мне не хватило отваги. Решительности. Когда весь север поджал хвосты, ты одна показала когти. Что ж, пусть это будет уроком на будущее. Раз уж речь о будущем, как там твой сын? Болдуин. Растёт как на дрожжах. И похож на меня, как две капли воды. Ой, да ладно. Если твой сын похож на тебя, то лучше его задушить сразу. Так, Болдуин. Ну, а что ты его назвал Болдуин? Это как эти, как Алик Болдуин, кто там ещё, Стивен Болдуин. Ты фанат их ней, да, что ли? Это хорошая новость. Учитывая профессию его матери. Тише. Теперь это графиня Дамрока из Булетли. Придворная дама. Да ты чё, серьёзно. Ну, шлюха-то она всё равно была, а шлюх и бывших шлюх не бывает. Так что, просто она титулованная шлюха теперь. Твоя законная супруга должно быть в восторге. Сложно сказать, если честно. Я давно с ней не виделся. Обязанности, понимаешь ли? Конечно, обязанности по титулованным шлюхам ходить. Ага. Ты, конечно, усердно трудишься. Особенно по ночам. Хе-хе-хе, ну, можно и так сказать. Хе-хе-хе. Ну, довольна вам. Раз уж мы сплетничаем, как две пумы на завалинке, то скажи, что с Вильямом? Он тут, со мной. Вот как? В кандалах? Нет, в своём венце. Мы пришли к согласию. Что было, то прошло. Урок на будущее. Что ты имел в виду? Ай, моя дорогая. Ты ведь знаешь, что эта война не положит конец Раста в Снегар. Мы подпишем договоры. Чёрные вернутся за Ярубу. Но прежние границы так никого и не устроят. Благодарю. Меня полностью устроят. И я бы желала, чтобы их больше никто не переступал. Эх, Мэва. Ты гениальная воительница, но стратег из тебя никакой. Подумай на несколько шагов вперёд. Если мы дадим Нильгарду набраться сил, лет через десять-двадцать он снова нападёт. Нужно это предотвратить. Собрать армию, затаиться. И когда они меньше всего будут этого ожидать, перебить им хребет. Подумай, если бы мы объединили силу. Серьёзно? Довольно. И слушать об этом не хочу. Я помогу тебе отбить Альдерсберг, а потом вернусь к себе, где собираюсь спокойно дожить до старости. Да, вы заебали своими войнами. Я хочу нормально отдохнуть уже. Ну, как хочешь. Мы можем начать атаку на город в любой момент. Но... Но? Мои разведчики сообщают, что с юга движется небольшой отряд ментгардцев. Скажут по бездорожью, под покровом ночи. Кого-то сопровождают. Кого? Не знаю. Может, чародея, который помешает захватить город. Так или иначе, прежде чем мы ударим, нужно убедиться, что отряд этот не доберётся до Альдерсберга. Я этим займусь. Точно? Ты только что приехала. Наверняка утомлена путешествия. Не то слово. Но я хочу как можно скорее покончить со всем этим. Мэва бросилась в вагоню за нильфгаардцами в сопровождении кавалерии. Её разведчики, проведшие армию через горы Махакама и болото Ангрена, не имели себе равных. Они быстро отыскали следы врага. Сюда, Ваше Величество. Они недалеко. Уже в тот же день отряд Мэвы нагнал нильфгаардцев. Лирийские всадники окружили врагов, вынуждая их остановиться. Стало тихо. Настолько, что слышно было, как натягивают тетиву. Ну да, так тихо, что не только тетиву слышно, как натягивают, а я придворную шлюху Димовенда за 3-9 земель. Кто из вас знает всеобщую вещь? Посмотри! Ебать ты себя вообще охуенно любишь, наверное, да? Я, Ваше Величество. Колдвин. Даже похоже на это, на Колдвелл. Сразу убить надо. Я вижу, ты знаешь, с кем имеешь дело. А тебя как зовут? Колдвин, госпожа. А мы вот такая, Кхе-кхе, Колдвин? Все, убейте, снимите его башку сразу, ребята. Наконец-то слышу нильфгаардское имя, которое я в состоянии выговорить. Хе-хе-хе. Это вот Колдвин. Не сегодня-завтра война закончится. Глупо было бы сейчас умереть, правда? А че это за дрищ вместе со мной стоит? А че я не могла поставить тут этого, кого там, Ода, например, или Райлу? Че это за дрищ? Его ударишь, его потухнет сразу. Трудно не согласиться, Ваше Величество. Посмотри на него и посмотри на вот это. Если они сойдутся в бою, как ты думаешь, кто победит, блядь? Вот именно. Вот именно. Письмо. А я думал о совах. Это должно быть действительно срочное сообщение. Кто его написал? Госпожа Айбдаги? Нет, Ваше Величество. Император. Ну и ну. Ты должна быть важная персона, раз возишь письма от самого Эмгира. Но ты носишь простой мундир, я не вижу на нем никаких знаков отличия. Кто же ты на самом деле такой, Колдвин? Шпион? Кто ты такой? Это же реально, он не похож на Нильфгарца. Обычный посланник, Ваше Величество. Не лги. Я знаю, как ездят посланники. Поодиночке, без доспехов, на резвом коне. А тебя сопровождает тяжелая кавалерия. Ну это знатный посланник. Я развожу приказы, которых адресаты обычно не желают выполнять. Поэтому я никогда не путешествую в одиночку. Дай мне это письмо. Я поклялся доставить его генералу Айбдаги или погибнуть. Тогда сделаем так. Мой переводчик прочтет это письмо, а затем тебе его отдаст. Так ты не нарушишь клятву и может даже выживешь. А если я не соглашусь? Догадайся. Будь по-вашему. Я принимаю ваше предложение. Переводчик сломал печать, прочел письмо, и глаза его стали похожи на Блюкса. Он приблизился к королеве, сказал ей что-то шепотом. Правда? Никакой ошибки? Что-нибудь вроде... Сегодня твой счастливый день, Колдвин. Я позволю тебе завершить твою миссию. Но при одном условии. В каком? Вручая письмо, передай генералу мой пламенный привет. Колдвин направился в сторону Альберска. Берийцы смотрели на королеву в шоке, не в силах поверить, что она просто так отпустила Нильгардса с его письмом. Мэва разразилась смехом и подумала, завтра они поймут. Интересно. А что в письме-то было? Прикол. Генерал Айбдаги начал вторжение в Илью и Ривию с самонадеянных претензий к Мэве. Нильгардс мог позволить себе дерзость. Он был уверен в быстрой и решительной победе. Но уже через несколько месяцев он получил ультиматум за подписью императора Эмгыра Варемрейса. Содержание документа было кратким и предельно конкретным. Выпилиться, что ли? После смерти генерала Айбдаги Нильгардская армия погрузилась в хаос. Короли Севера объединили силы, воспользовались этим замешательством и нанесли удар, одержав решающую победу. Солдаты славили своих правителей, а в особенности королеву. Мэва совершила невозможное. Благодаря ее героизму, решительности и смекалки, вторжение Нильгарда закончилось разгромом. Королева правила еще много лет. Строго, но всегда справедливо. Ха! Так эта баба защитила Севера от черных, что ли? можно и так сказать. Но дела. А она потом нашла себя в руках там или как? Да умись уже. Мил человек всю ночь языком чеш. История и конец. Давай кушь, спай. Да, тем более, что перед нами еще долгий путь. У тебя уж небось в горле пересохло. Ты только скажи еще, что с ними стало. С Рейнардом, с Гасконом. Ну, в двух словах хотя бы. Эх, ну, будь по-твоему. Начнем с Вильяма. Он усердно работал над тем, чтобы снискать уважение матери. Был готов выполнить любое поручение, пойти на любой риск. Паренек, которого нильфгарцы использовали как инструмент, стал грозой пограничья и достойным наследником Мелы. Гаскона похоронили с высочайшими почестями. Гроб несли лорды, траурный марш играл военный оркестр, а возле усыпальницы рода Броссардов появилась новая статуя. Геральдическая легавая в княжеской короне. В Нильфгарде вести о разгроме принялись недоверием. Имперские солдаты, которые вернулись с фронта, рассказывали о жестокой королеве из Лирии, убивающей пленных и попирающей священные законы. Они дали ей прозвище Гвайлдет, кровожадная. После того, как Скаетаэли покинули королевство Севера, у эльфов и краснолюдов не осталось выбора. Они вышли из лесов и вернулись в людские города. Нелюди жили в постоянном страхе, сознавая, что рано или поздно разразится очередной кровавый погром. А Мева, как я и говорил, она правила железной рукой. При поддержке Рейнарда, который смягчал нрав королевы. Для нее он стал не только генералом и доверенным советникам, но кем-то большим. Гораздо большим. Да ты чё? Возвращение королевы дали мне достижения и нам тоже надо отдыхать себе на здоровье, пока не пришло время новой игры какой-нибудь, которую мы будем тоже записывать, снимать после этой. Долгое было приключение. Я вообще никогда не думал, что на канал когда-нибудь запишу карточную игру, да еще настолько серии. Но это же Ведьмак, это же вселенная Ведьмака, это же CD Projekt. Мне понравилось. Мне понравилось, даже когда-нибудь может для себя еще и перепройду. Не скоро, конечно, но круто. Подача, музыка, ну все, атмосфера, тут все есть. И в карты, в Гвинт здесь интереснее играть, чем даже в тот же Ведьмак 3, там Гвинт настолько простой. Ну, просто потому, что там Гвинт как бы побочка какая-то необязательная, которая тебя немножко отвлекает от сюжета, и там ты в него играешь, и почти всегда выигрываешь, если у тебя колода хорошая. И там не так-то много способностей у тех же карт, там почти все одинаково. Здесь намного разнообразнее, намного круче, а тем более, когда оно еще и в сюжетном вот именно плане, то это отвал башки, ребята. Рекомендую всем, кто любит такие карточные игры, вот кровная вражда зайдет на ура. Интересно, отлично, 10 из 10, я даже не знаю, что еще сказать, скажу только, что пора заканчивать. Пора заканчивать, собственно, CD Projekt, он скоро выйдет от них Cyberpunk, 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 и мы его, естественно, тоже пройдем. У меня есть такой план, его как можно скорее, вот как он выйдет, думаю, что сразу и начну записывать на канал, а пока что его все время переносят, откладывают, не знаю, когда он там будет. Пока что что-нибудь другое поснимаем. Возможно, что-нибудь интересное, может быть и не сильно интересное, как, ну, не знаю, просто после этой игры как-то то, что будет дальше, может быть, быть не таким интересным, но как бы все игры интересны по-своему. Просто реально меня она захватила, я ее, как видишь, постоянно выкладывал по две серии в день, часто было, просто потому, что мне нравилось снимать ее. Так что, надеюсь, найдем что-то достойное, то, что нам тоже нравится, ну и потом уже Cyberpunk. пока что оставайтесь с нами, удачи всем, до новых встреч, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, берегите себя и своих близких. Субтитры сделал DimaTorzok